А не слетать ли нам в Воронеж? Что там, дырка? Да, очень большая. Мозг всячески старается избежать необходимости сделать выбор. Всего и двоих столочек. Аскетизм в большей или меньшей степени всегда благосклонно влиял на рациональность. Поэтому пресловутая мечта многих зачастую приводит к деградации. Запрещен вход с садобитом. Многие живут бесцельно, и в такой ситуации сложно найти мотивацию для того, чтобы вставать рано и вообще жить упорядоченно. Зацените, когда я бомбил по влогу за 1-2 месяца, они собирали по 100-300 тысяч просмотров и шли рекомендациями к каким-то индусам. И на главную страницу. А как я собрал жопу в кулак и начал просто делать каждую неделю по влогу. Получи, распишись, 20-30 тысяч просмотров и никаких тебе индусов. Забавно, не находите ли, блять? Ладно, поехали к нормальной теме. Привет, друзья. Я, наконец, подстригся. Не выгляжу теперь лохматым чмом. И знаете, сейчас пришла такая мысль в голову. Каждый раз, когда выбираюсь куда-то в центр Москвы, да и не только в центр, я вспоминаю, наверное, каждый квартал разных людей. Потому что в том или ином месте я встречался при разных обстоятельствах с разными людьми. Сейчас я понял, что с возрастом я стал намного более нелюдим. Объем моих контактов и связей просто упал в десятки раз. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, плохо. С другой стороны, я могу больше времени посвящать работе. Было время, когда все, что я в жизни делал, было общение. И все, что я делал, было ради общения. Сейчас это сильно изменилось. И этого общения я, наверное, по большей части избегаю. Кстати говоря, спасибо тем, кто откликнулся на мои жалобы по поводу того, что у меня не хватает времени на монтаж. Объясню, почему я вам не ответил. На данный момент сырой материал по влогам настолько личный и зашкварный, что я не могу просто пока отправлять это каким-то сторонним монтажерам. Может быть, когда я приду к такому формату, когда смогу без зазрения совести скидывать материал. Пока приходится худо-бедно справляться своими силами. А не слетать ли нам в Воронеж? Я не разнулся от того, что мой чувак, водитель, просто засыпал и начал дергать машину по скорости сюда-сюда. Обожаю Домодедово. Обожаю не спать и обожаю опаздывать. Обожаю ЛДПР. Кому они нужны вообще? Подходит сейчас такой представитель авиакомпании S7 и говорит, отойдите, вы можете не полететь. Может, полетите через 12 часов, пока поживете в отеле с ваучером на игру. Типа я пока не спал, чтобы в 8 утра улететь. Ну, короче, разрулили. Первое отличие в Воронеже. На оберега мне едет не Рустам на Киев за 1000 рублей, а Юрий на Ладе-Колине за 300 рублей. Ну и аэропорт размером с Магнолию. Двигайтесь прямо. Один километр. Опасный отель. Ну, что такое, короче, в этот раз. Честно говоря, столько я жил в отелях, ну, что я там не видел. Захотелось в ванну в номере. Вот балкон еще есть. Хотя холодно, наверное, будет. Может, что-нибудь пощелкнем. Посмущаем детей на фоне российского триколора. В прошлый раз я говорил об избирательности восприятия. Эта тема является частью более обширного набора следствий из иррациональности наших вчера еще обезьянных мозгов. И сегодня я решил осветить ее с другой стороны. Как я уже говорил, суть таких иррациональностей в самооберегающем стремлении мозга совершать как можно меньше аналитической работы. Мозг не создан для занятий математикой 24 на 7 и включается на полную только в крайних случаях, потребляя при этом колоссальную энергию, которой эволюционно природа человека не особо снабжала большую часть нашего существования на планете. Да и если бы снабжала, мотор на полных оборотах долго бы все равно не прожил. Поэтому в частном случае, который я рассматривал в прошлый раз, когда появляется фактор клановости и родственной группы, мозг жадно хватается за готовое решение. И каждый раз, когда нам удается избежать упорной работы аналитической, мы чувствуем удовлетворение, подкрепленное дофамином. Это такое теплое, ленивое удовольствие. Но мы не настолько охочи до работы, чтобы лениться только, когда социальные сигналы нам это позволяют. Воронеж? Зачем? Настя. Настя? Кто это Настя? Кто это Настя? Настя улетает в Китай, мы решили словиться с ней на пару деньков в Воронеже. В Воронеже в центре почему-то везде висят вот эти вот колонки и играет какая-то херня, не знаю. Умная музыка играет. Умная музыка играет. Друзья, в Воронеже, короче, культ убийства животных, чучело просто всюду. Мое веганское начало плачет. Я боюсь представить. А это другой уже ресторан, да? Нет, это все тоже самое. Рогнарек. Настя привела меня в закрытое место. Друзья, вот мы находимся в этом. Сегодня будем делать больше съемку с уклоном на портреты, наверное. Ну и на черты лица, потому что... Ну и, собственно, очень... Как сказать-то? Просто красиво. Очень приятно на черты лица, да. Так второй подбородок видно. Так что, ребят, не обессудьте, у нас не будет сегодня много жопотряса и так далее. Но постараемся чуть-чуть новое поделать. Не, прям ложись на пол. Смотри, если на тебя начнет падать камера, главное защищай лицо, да? Нужно двигаться дальше к окошку и больше боком как-то наложиться. Так. Еще ниже туда, чтобы на себя основной свет падал. И к окошку поворачиваешь лицо. А твои руки куда? Я пока так пристреливаюсь. Вообще, ты знаешь, что здесь сказать, я не умею работать тоже, потому что мне тяжелее контролировать даже свое лицо. Я ищу, как свет лучше падать, я говорю тебе это, просто поворачиваешь. Мне не нужны эмоции, мне я хочу... Я люблю спокойные фотографии. Давай. Сейчас только волосы, наверное, к окошку подоставим. Ты можешь трогать мои волосы, если тебе хочется. Честно, можно? Да. Воу. Держи эту палку. Крепко, крепко. У меня руки жирные. Фу. Мои тоже. Я не хотел себе говорить, но раз ты начала... Что за ты жир? Да, ребят, отвечаю про вопрос, как работают кэндонские объективы. Соней. Иногда глючит, надо перезамыкать контакты, а так не нравится. Ну что, ты готова? Должно быть так, ты можешь заходить, подходить, открыть. Тене тут все равно вот ближе к себе, там, да, и глазки доставает. Я просто не представляю даже, как ты меня там видишь. Надо меньше разговаривать. Добавим рук на лице, а я добавлю батареек. Анастасия у нас, оказывается, хотела стать блогером, но очень стесняется разговаривать. Ребят, вы помните мои первые блоги? Потом Диму чуть не посадили в тюрьму, и мы пошли спать. Стесняюсь. Вот берешь камеру, начинаешь учиться, просто смотришь, как на тебя свет падает. Что там это? И когда ты видишь картинку, ты просто самообучаешься очень быстро. А потом еще ты вырезаешь все части, где ты купишь, как будто ты очень умный. Я так и делаю, я все свои паузы просто вырезаю. Существует множество других поводов и алгоритмов, которые работают в мозгу как сверхчувствительные предохранители от полноценной работы. Их повсеместно используют в торговле, политике, личных отношениях, везде, где от вас требуется выбор. Дело в том, что по дефолту человек очень старается избегать комплексных решений, делать выбор вообще в принципе. И везде, где только можно, он старается срезать. Например, вместо подготовки к экзамену лучше скачать шпоры. Вместо изучения рынка покупает ссанные сигналы. Вместо того, чтобы формировать доверительные и полноценные отношения с детьми, он использует метод кнутая пряника. При этом, даже обладая супер большими областями зрительными, мы очень легко попадаемся вот на такие вот трюки. Давайте быстренько экспрессом сейчас пробежимся. Эти два стола одинаковой длины, эти два кубика одинакового цвета. Что уж говорить о финансовых инструментах и других сложных сферах. Вот распределение стран Европы, в которых люди посмертно готовы пожертвовать своим туловищем для донорства. И не готовы. Распределение такое резкое не потому, что в них сильно различаются культурные уровни, цивилизация и так далее. Нет. Просто принципиально по-разному построены анкеты. В одних анкетах надо ставить крестик, если ты хочешь стать донором, в других ты ставишь крестик, если ты не хочешь стать донором. Большинство доноров из тех стран, где крестик ставить не надо. Так спину еще надо выпрямлять. Да, кстати. Спину надо выпрямлять. Крестички вперед. Вот. Крестички вперед, злопу назад. Сразу появляется полразмера больше. Вот так. А то, чтобы тут вот так выгиб. И губы уточкой. И вот так. Ты как-то раньше все время играл с губами, да? Сейчас не играешь. В смысле? Ну ты когда общаешься, просто все время что-то около губ. Пальцы. Давай крупные глаза поближе, поближе. Да не видно там даже ничего. Это потому и прыщики за фотошопишь. Это видео. Ну посмотрим. Блин. Сейчас она что-то дрожит. Не вернись от камеры. Не видела никого такого. Ну куда шей? Где меня-то? Ну у тебя такое просто будет. Тебе не кажется, что я на лягушку похожа? Конечно. Но я тебя по этому принципу и выбрал. Готовы? Ну давай. Работай. Ребята, мы включили воду горячую, чтобы нас обогревал пар, поднимающийся от струи. Потому что в воронежских хороших отелях, считайте, хорошими, не работают кондеи и батареи довольно слабо греются. Можешь вообще на кровать залезть. Ну и стоят. Так? Да. Вот сейчас опять покрутить. Ребята, это actually второй просмотр! Какой б sector! А я бы тоже Ax Clod twitch. Ну и т.T. Я т.е. А, я с кем уже прыгать, весь поживут трястись. Боком-боком, ты немножко сгибаешь. Вот так? Так, хорошо. Солосами-губами, глазами-глосами-глосами-глосами-глосами. Наталил в какой-то веке Nikon 50 1.4, посмотрим, что с ним сделали. Вот такую музыку у нас в клубах набираешь. Это нормальная музыка? Это в нем оно набираешь? Нет, просто так теплее будет. Что там, дырка? Да, очень большая. Как помнишь, мужик? Где фрагма? Ну, там, да, да, еще раз, два, два, два. Я буду... Я хочу профили, наверное. Сейчас у меня смотрят, потому что у меня есть подчеркты. То есть, не смотришь, и у меня, то есть, да, да, да. Еще попросуешь, что-то. Жесть. Куги! Бэйбэй! Бэйбэй! Ты мне танцуй, как книга тогда. А я танцую, как книга тогда. Не, я. О, мы так... Не, я. Не, я. Мозг всячески старается избежать необходимости сделать выбор. Вот другой наглядный эксперимент. Он был проведен на студентах Массачусетского технологического университета с реальной рекламой журнала Economist. Именно выбор предоставлялась дешевая онлайн-подписка на журнал, практически в два раза дороже бумажная подписка и за те же деньги бумажная и онлайн подписка. Абсолютное большинство выбирало более выгодный, дорогой вариант с онлайн и бумажной подпиской. Ноль человек выбрало вот этот дефектный вариант, дорогой, но только с бумажной подпиской. Некоторые, наверное, подумают, а зачем вообще он такой нужен, кривой этот вариант. А вот если его убрать, становится понятно зачем. Без галимого варианта, который по сути является спекулятивным, вы получите совершенно другое распределение. Две трети купят дешевую онлайн-подписку, одна треть останется дорогой. Совершенно другие деньги получит журнал Economist. Итак, наличие галимого, дорогого варианта делает более желанным негалимый дорогой вариант. И каждый раз, когда появляется явно неконкурентоспособный вариант, соперничающий с определенным вариантом выборки, это спекуляция. Спекуляция нацелена на выбор этого определенного варианта. Вот скажем вам, на выбор предложат слетать и в Мюнхен все включено, и в Лондон все включено. Появится какая-то выборка, кто-то захочет больше в Мюнхен, кто-то в Лондон, в принципе разные страны, все дела. Но если в эту выборку включить Лондон, в котором не будет включен завтрак, вам придется платить за завтрак самому. Лондон все включено, в этой выборке уже есть трех, станет явным фаворитом. И Мюнхен как-то начнет отсасывать. То же самое касается симпатий по отношению к людям. Если взять два каких-то гипотетических портрета и предоставить их людям на выбор, то тоже сложится какое-то определенное распределение. Кому-то нравится первый, кому-то второй. Если же добавить в эту выборку кривой вариант одного из них, то большинство начнет выбирать более красивую версию дефектоида. Теперь вы, наверное, по-другому немножко взглянете на людей, которые зовут вас в бар или клуб. Ну и заодно вы, возможно, лучше начнете понимать, кого вам с собой следует брать по клубам шататься. Кривую версию себя. Наверное, сейчас я разрушил несколько альянсов подружек. Да ладно, вы и так это знали. Давай обращение к нам в будущем. Мы посмотрим это через 5 недель, через 2 месяца мы это посмотрим. Ты будешь китай же. Я через 2 месяца уже, наверное, буду возвращаться обратно. Я надеюсь, что сейчас, когда я смотрю это видео, я заработала себе денег. И что, мы ведем дальше. Ты такая стесняшка, когда до сих пор нет, ты не выдаешь. А, смотри, Федор через 2 месяца. Ремонт. Что еще? И давай готовься к Азии потихонечку. Давай, брат, я в тебе верю. Азия в чем? Да. Я выросла в Азии. У меня? Я тоже. Так похоже. Ну блин, я прям в Азии в Азии. Ребят, я вырос на границе Китая и Японии. Это Азия. Что, давай еще контроль сделать? Не улыбаться, да? Ну нет, улыбка это, конечно, пиздец, как княжный. Я думаю, что там все мои, блядь, подписчики. Сейчас я просто сниму, что я хочу снять на эту камеру, чтобы люди понимают, как это выглядит. Давай еще раз просто выгляди. На, 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 на. А попа вот, она говорит, что у нее попы нет. Чуть-чуть бачком надо. Ну я что-то вижу, что-то там. Нету, смотри. Высовывайся. Смотри. Ну это слишком много, надо было скромнее. А, ты каталожку показываешь? Да. Да, да, я это видел, я это видел. Итак, 15 часов, да? Памо-памо-памо. Класс! Сидем ящик будет, а сейчас карты, кто видит, что такой будет плотный, плотный. Вот так? Да. Только просто чуть бока мой шкаф, а не? Вот так? Да. Который нет уже, так ее истяк, может быть. Да есть. Да, да, вот так. Ты будешь еще не размазать? Настя стайл. Люди мастерии. Да. Федор, Федор, через два месяца ты уже должен будешь переварить через 75 килограмм. Набираешь вес? Начать сушиться, да. В чем прикол набирать вес? Руки и плечи большие. У тебя очень большие руки и плечи. Хочешь секси? Хочешь секси? Хочешь секси? Семьдесят для меня это как бы норма. Но я могу быть с 70 довольно рыхлым или могу быть 70 пиздец таким сужим и нормальными плечами и руками. Сейчас я пытаюсь смесить на равновесие, но не можешь, оставаясь в семидесяти, сделать больше руки и меньше живот. Ты сделаешь либо все меньше, либо все больше, а потом постараешься все сделать меньше, но так, чтобы осталось чуть больше. Так, ты значит любишь арабов, да? Больше глаза на меня. Обычно считается, да, как правило, что девушка, когда там перед тобой умножается, тебя должно как-то интриговать, или там, возможно, возбуждать или еще что-то. Для тебя это норма. Ты считаешь, это нормально? Да. Мне интригует возбуждать только в эстетическом состоянии. Если человек что-то хочет, я это вижу, и мне это интригует. Если человек голый, и он отрывнул, ну пусть будет на саде. Если бы я возбуждался от цифровых сил, я бы ему удалось. Вот я тебе про это и говорю. Друзья, Настя очень жалуется, что у нее очень короткие ноги. Приходится потом в фотошопе удлинять их там сильно. Можешь коляночки разводить. Так, хорошо. Как сделать лучше? Поменять можно. Свет. Наоборот, разводи их там медленно. Да. Фу, разводи. Фу, разводи. Фу. Разводи. На тебе так развод. И подвигни. Ну ладно, зато сосочек снял ты. И так мозг постоянно пытается срезать и отлынивать, хватаясь за сигналы, которые считают достоверными подсказками, и при этом совершая зачастую иррациональные решения. Более того, мозг в принципе большую часть времени находится в трансе, то есть на автопилоте, на низких оборотах. Когда вы куда-то идете, слушаете музыку, едете в метро. Это как компьютер, который уходит в режим ожидания после 10-секундного простоя. Когда вы последний раз вспоминали, а вот закрыл ли я дверь в квартире? Или заблокировал ли я дверь машины? Это слишком рано включился автопилот. И слишком много пребывая в этом режиме, а современный интернет нас к этому очень сильно приучает. Человек смотрит рекламу и берет кредит. Человек смотрит на скидку 50% и покупает ненужный ему товар. Человек смотрит бюллетень на Жириновского и Собчак и выбирает Путина. Это работа маленького, древнего, малоэнергозатратного, тупого, рептилоидного, лимбического тела. Оно никогда не дремнет. Они сияют в муке, расходят косы, я не хочу их видеть. Хочу правую ногу более согнутой. Правую, левую, левую. Еще прям, прям, прям жестко, чтоб пяточка в попки шла. Реголол. И наклон. Как ты сказал еще раз? Колено-моктевая поза. Раном, но не сильно, да? Да, да. То есть у нас больше про искусство. Так, друзья, я говорил, что ванна наша настоящая. И мы наконец-то до нее добрались. Я все это откладывал, потому что это финальная наша точка. Потом Анастасии придется кормить своего... Породу скажи. Что сказали? Джек Расселтерьера. А потом я пойду кормить мою собаку? Давай, кстати, сейчас проведем интервью. Как раз самый момент, самый удачный. Класс. Когда я голая, я лежу в вайме. Почему нет? Блиц. Как у Юрия Дудя. Смотри, самых интересных фактов про себя. Давай, давай, давай. Дай примеры. Ты жила 15 лет в Азии. Волосы поправь. Окей. Подкинули. Начало такое, давай. И меня выделили, но по полам с тобой по хуям были сутки. Ну, охуительно. Больше плохо. Ну, не плохо, а именно. О, да. И ручки опять выпили. Можно такую передачу делать, про биткоины рассказывать. Скажи, что Segwit 2x к тому времени он уже будет залочен. Что, прости? Segwit 2x залочен. Segwit 2x залочен. Окей. К тому времени он будет залочен? Нет. Ну, а слово лок. А, залочен. Знаешь о чем задумалась? О чем? О том, что... Ну, я этот дноюровку надпелил ради того, чтобы фотографировать свои фотографии с фотографией своей рукой и чтобы оно было узнаваемым. Это одно из... Имеет место в бит, правильно? Конечно. 6,5 часа позже. Вот. Я себе накачал прессик и летом забил татуху за месяц. Какой это? Смотри. Вот так вот тебе все-все тебе легко дается. Это кажется. Зараз накачался прессик, летом набился тюров. Сейчас ты лягушка. Посмотри налево. Вот. Такое. Оп. А сейчас опусти коленки. Я хочу спать. И многие за это не любят, конечно. Но я же реалист. Реалист. Опусти коленки. Ну, опять же, есть. Такие поделки, короче. Класс. А знаете, что он специально знает? Никто не понял? Ничего не понял. Я знаю. Я знаю. Попроб оставить. И вообще, я очень люблю Азию. Я очень скучаю по Японии. Я только хочу обратно в Токио. Я там не была лет, наверное, 7 уже. Расскажи про самую дикую дичь в Азии, которую ты видишь. Пожалуй, Япония это вообще другая планета. В Таиланде дикая дичь. Во-первых, это леди бой. Который, вот если бы я была мужчиной, я бы никогда не поняла, что это леди бой. Потому что они супер секси там все. Пинг-понг шоу. Это когда девушка, настоящая, курит сигарету. Этим самым местом или открывает соду. Фу, блин. Оттуда какие-нибудь ножи. Оттуда вылетают птички. Ты сейчас просто сломаешься. Нет, ты сам попросил. Оттуда вылетают птички, вылазят котята. Там, ну и всякая такая подобная чушь. Я была несколько раз. Там еще есть гей-шоу. Мы перешли от разговорной части к бумеранговой. Этот стул пошлее, чем все мои фотки. Избежать этих процессов полностью, естественно, невозможно. Но можно натренироваться так, чтобы отключать лобные поля пореже и контролируемо. Как вы уже, возможно, поняли, и лень, и иррациональность, и эмоциональность, и внушаемость имеют одни и те же корни. В противоположность этому одни и те же корни имеют осознанность, последовательность, сосредоточенность и внимательность. Почти все иррациональные решения совершаются автоматически и неосознанно. Не запланированно. Жраете ли вы шоколадку или гамбургер? Стрелитесь ли вы со своими близкими? Или тракнул суку без гандона в Екатеринбурге? Как и с контролем над эмоциями, о котором я рассказывал из Мадрида. Попробую сюда ссылку вставить, но у некоторых, наверное, на девайсах ее не будет. Смотрите влог про боди-арт. Ох, это были первые влоги о психоте. Хорошее было время. Так вот, эти импульсные позывы олимпического тела, подкрепляемые эндогенными наркотиками, в принципе, можно сдерживать с помощью осознанности. Анализа своих действий, чувств и эмоций здесь и сейчас. Что я делаю? Что я чувствую? Как это соотносится с моими долгосрочными целями и планами? Отбрасывает ли меня в это в моем прогрессе? Зачем я проверяю айфон каждые пять минут? Чтобы отвлечься? Зачем я смотрю сериалы? Как они способствуют моему прогрессу? Или это такой же попкорн, как и, типа, всеми неприемлемое телевидение? Тот же хер только сбоку. Тренировка возникновения таких вопросов в голове со временем выстроит сетку новых синапсов, которые уже будут автономно поддерживать то самое ровно парящее внимание, как его называл Фрейд. Не мне одному было суждено стать собачником. И вот это особо оставило... И еще пару миллионов людей. Да. Это особо оставило своего щенка на произвол судьбы пока... Господи, едой пахнет. Да. Пока мы фоткали ее в джакузи в спальне. Там не было джакузи, не вот ей. Ну дай мне полупендресс. Че, мы едем или кушаем? Короче, мы едем или кушаем сейчас. Едем или кушаем? Здесь хочешь? Друзья, я только что 10 минут провел без айфона. Она ведьма. Я вспомнил только нечаянно. Когда я вспомнил? Я так хотела выложить мою фотку. Еще вагончик. Да, да. Мы с Анастасией проходим экскурсию на районе Воронежа, который называется Машмет. По словам моей спутницы, это самый криминальный район в Воронеже. Сейчас час ночи, мы выгуляем с ее джакрасов-терьером. Вот, я тебе спрашивал факты о себе. Ты сказал, что у тебя есть джакрасов-терьер, например. Надо тебя научить приему шампур. Шампур? Да. Это самый важный прием в рукопашном бою. Как мини-пик. Это не игрушка, брат. Сейчас он мою камеру трахнет. Это мой ребенок. Он хочет драться. Все, побежденный. Эй, эй, ты хочешь с ней драться? Все, я тебя победил. Признак поражения, брат. Настя, он меня терроризирует. Айк у меня во френд-зоне. Блин, зубки острые у маленьких собак. Неудобно играться. Он вообще не успокаивается, смотри. Герда, знаешь, когда ты ее повалишь, типа прижмешь, она должна понять, что ты, типа, доминируешь. А этот по ней успокаивает. Нет, он взлетает до последнего. Книжку тебе какую-то не знаю. Красота. А иногда бывает, что вот день вы начинаете бодро, с нахрапом, осознанно, но к вечеру вы встаете, и как-то начинает все валиться, ну и вы скатываетесь, пожираете сладости и залипаете на ролики на ютубе. Чтобы такого избежать, нужно такие вещи планировать заранее. Нужно готовиться к своему более уставшему, утомленному состоянию и, например, заранее приготовить полезный ужин. Или если идете в кафешку с друзьями, вы должны предусмотреть то, что люди будут, скорее всего, заказывать себе десерты. Я в этом случае, например, знаю точно, я планирую, что закажу себе литр чая и буду пить. Или если вы перед сном садитесь за комп, у вас должен быть четкий план, что вы будете делать, в какой промежуток времени и как быстро вы закончите свои действия за этим компьютером, чтобы не засиживаться. Аскетизм в большей или меньшей степени всегда благосклонно влиял на рациональность. Регулярные отказы от различных ништяков хорошо тренируют мозг на сосредоточенности силу воли. Я не говорю отказываться от всего, жить в горах, в пещере, в обмазанном говном. Но чисто ради профилактики иногда полезно отказываться от того и сего не навсегда. Просто так вот. Вот вам что-то хочется? А вот я это не съем. Вообще любой опыт приводит к построению новых связей. И такой опыт тоже будет приводить к получению и приобретению новых качеств. И наоборот, мозг дуреющий от дофамина. Дофамин выделяется от плохих привычек и сладости, секса и так далее. Очень сложно заставить работать. Поэтому пресловутая мечта многих зачастую приводит к деградации. Кстати, тестостерон здесь тоже довольно противоречивый помощник, потому что дикая энергия, которая от него возникает, которую можно направлять на работу, мгновенно просто переключается на любую напишавку. Да ты так, шурран, девушку. Ну ладно, не на любую, но, короче, легко переключается. Но если ты как следует натренируешь штормозные области лобных полей, то в сочетании с высоким тестостероном это будет ядерная смесь. В хлеб от Германа Стерлингова запрещен вход с садомитом. Что случилось? Чуваки, знаешь, обросшие мхогуты. Садомитом. Ух, бурдалаки, блять. Басурманские. Я сейчас увидел, что там еще написано сверху российское крестьянское собрание. Это звучит очень гордо, по-моему. Жаль только она по басурманским канонам подстроена, по этим западным. Анастасия показывает мне свою любимую шурму. Вот это наш фитнес-монстр. Для шаурменной вообще интерьер норма. Меня Настя привела на аналог нашей смотры. Сюда приезжают, как ты говоришь? Воронщицы. Все прям подряд. Ну все, большинство. Молодежь, не молодежь, мужики, которым делать нечего, которые устали от своих жен. А, и это реально перед ВГУ. У нас перед МГУ смотра. У них перед ВГУ, короче, тоже место силы. Три шаурмичных. Стоят, бухают и тусят. Летом курят кальян, собирается тусовку, включают громко музыку, пока не разгонят гаишники. Вот мы сидели в помещении, и несколько петухов проехало с такими сапуферами, что у меня дрожали... Колени. Щекотки, да. За 20 минут до этого я подумал, что здесь подземные толчки где-то в городе. Такая жесткая колонка ехала на светофоре. Почему ты так долго обрабатываешь и делаешь эти видосы? Просто я отстал, сейчас... Это должно быть в реальном времени более-менее. Хочешь быть моим монтажером? Если ты меня научишь, буду. А ты мне будешь за это платить? Ну, отчитывая ваши гонорары, я могу тебе платить. Они получают копейки. Навсегда, бесконечно. Эти волосы проходят под цвет на глаз. Чёрные как твоя душа, да? Покорись. Негативную историю. И не можно пытаться перенести это на лес судейский курс. Напомню историю, когда гражданин в каком-то городе суде. Это был первый человек, который реально слушает Соловьева. Я сейчас задумался, что наша молодежь действительно изолирована от общества. Первый человек, который встретил. А таких же миллионов. За то, что будет, когда наше поколение сменит эти миллионы. Вот там посыпятся, посыпятся скрепы. Поживем, увидим. У меня еще есть четвертый за границей. Это мой третий за границей. Закрой эти данные. Просто посмотрите, как люди получаются на паспорт. Это ее кусочек в маске. Что это еще? Компет. Кублинчик с мясом, кублинчик с воронежом. И чаем забиваю. А чай, конечно, и конфеты. Держи. Очень няшно я сгонял в Воронеж. Что ж, пора возвращаться в московские суровые реалии. Только что проводил Настю в Китай. И принимаюсь потихонечку монтировать американские влоги. Да поможет нам. Далее. Мы представители отряда приматов. Большая часть того, что мы знаем, мы умеем. Большая часть нашей личности сформировалась из банального подражания. Все, что мы знаем, все, что мы умеем, помимо безусловных рефлексов, мы впитали из примеров вокруг себя. Окружайте себя людьми, с которых вам хочется брать пример. Осознанные, целеустремленные и сосредоточенные на целях и работе люди будут делать таковыми и вас, просто находясь рядом. Кстати, по поводу целей. Наличие уных, наличие каких-то ясных планов и планирование действий по осуществлению этих планов очень помогает выстраивать все в жизни согласно ясной концепции. Что вы делаете, для чего вы делаете. Многие живут бесцельно и в такой ситуации сложно найти мотивацию для того, чтобы вставать рано, есть по расписанию, ложиться спать по расписанию и вообще жить упорядоченно. Наличие локальных и глобальных целей, наличие конкретных планов действий, меняет жизнь и придает ей новый смысл. Ваше представление о себе через 10, 20, 30 лет. Не просто там типа старый пердун богатый, а личное представление, что вы будете чувствовать, как вы будете идти в магазин за куриной грудкой, вспоминать себя тупого молодого, как вы сделали и исправили те ошибки, которые позволили вам стать таким классным старым чуваком. Это все позволяет взглянуть на жизнь и на просираемое сейчас время несколько иначе. И зачастую дает отличный пинок, а иногда и целый ряд пинков по жизни. Ну вот и все, ребятки. Расскажите об этом видосике своим друзьям, если оно вам понравилось. Особенно, наверное, вам понравилась информация про S7. Интересно же было, правда? У нас сегодня был какой-то заскок в бизнес-мотивацию. Я почувствовал себя прям бизнес-тренером таким. Обязательно проверьте лайк, который вы поставили в начале видео. Долбанные кремлеботы его, скорее всего, уже скрутили. Ну и на связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok